О, ребята, у меня есть описания, но я не хочу их высказывать. Так, а почему? Да не хочу, потому что я настолько правдивый человек, мне всю жизнь тяжело жить, понимаете? Ну, знаете, я бухгалтер, и, конечно, опасения у меня есть, потому что сейчас очень развиты всевозможные программы, отчетности и так далее. Но без интеллекта человеческого они все равно не работают. Опасность не могу сразу ответить, но то, что машина есть творение рук человеческих, я не знаю, кто и когда мог наделить ее интеллектом вообще. Интеллект – это свойство живой природы. Я же не знаю, в каких целях оно будет использоваться. Для кого? Для инвалидов, то это одно дело. Если человек нормальный, здравый, то это совершенно другое дело. От этого мы не уйдем, я думаю, что к этому мы, наоборот, придем, что интеллект все-таки завоюет свое, скажем, какую-то нишу, и будет, скажем так, наоборот, изменится ситуация, когда именно он пойдет против человека и скажет, что теперь ты на меня работай. Ну, вот, грубо говоря, вот такая вот ситуация. Нет, это выдумка, я думаю. По поводу опасений нет вообще никаких. А то, что он развивается быстро, это да. Ну, если это необходимо, почему бы и нет? Нет, я пока еще не опасаюсь. Даже плотную, наверное, не сталкиваюсь с ним. А, искусственный интеллект? Да не особенно. Я не вижу смысла в нем. Да. Я против метавселенных. А чего бояться? Ну, то, что, например, заменят некоторые профессии. Я считаю, что человека ничто не заменит. Ну да, какой-то труд, наверное, физически вряд ли заменят. Вот, поэтому... Хотя многие сейчас, многие труд пытаются сейчас автоматизировать, чтобы робот выполнял какие-то работы. Ну, а творчество? В искусственном интеллекте нет творчества. Плюс еще человеку мысль немножко шире и во всех сферах. А искусственный интеллект, он не особо. Некоторые работы будут не востребованы. Но, с другой стороны, появятся новые. Всегда будут новые. Смотря какие цели у людей. Это же безграничные возможности. Если у человека плохие цели, то можно и базы данных взламывать, и все это использовать. Да что угодно. А, да, нет, не надо. Что нам потом делать? Нет. Ну, конечно, человека не заменить. Ну, то, что делают роботы, дети, ну, на это, как бы сказать... Наверное, частично что-то заменит. Может быть, не все, но какую-то часть, наверное. Ну, страшновато. Это же может попасть в какие-то руки нехорошие. И может быть использовано в нехорошем ключе. Ну, вы понимаете, в чем дело. Посмотрите, людей заменить, это, конечно, здорово. Но людям становится, видимо, необыкновенно скучно. И они начинают воевать и уничтожать друг друга. Так, может быть, они работают, созидают что-то. Не заменяют себя искусственным интеллектом. Ну, вот как-то так. Опасение искусственного интеллекта, конечно, мысль, это не устает присутствовать постоянно в голове. Во-первых, сколько видно в Китае заменено рабочих мест. Не будут нужны повара, не будут нужны водители. Уже такси есть с искусственным интеллектом. Поэтому опасение большое. И мало ли всяких таких химических неприятностей, так сказать. Поэтому я сомневаюсь и осторожничаю. Скорее всего, опасность состоит в том, что эти возможности не в те руки могут попасть. Ну, глядя в будущее, наверное, стоит опасаться. Ну, в какой-то степени, может быть, да. Не совсем в курсе. А ты что думаешь, боишься ли искусственного интеллекта? Я даже не знаю. Потому что это, во-первых, наверное, опасно. Скорее всего. А чем опасно? Тем, что заменят, например, некое... Человека, да. Заменят. Ну, я вообще-то считаю, что вот опасность определенная, безусловно, есть. Ну, как-то с детских лет меня даже воспитывали в том, что вот приходит пора войны машин, так скажем. Я думаю, это неизбежность. Это как бы все равно очень сильно развивается, прежде всего, в военной технологиях. Поэтому это неизбежность. И вполне возможно, что Третья мировая война так и закончится, как начиналось. Просто истребят человечество этот интеллект искусственный, и человечество просто перестанет жить на земле. Ну, ужасно, честно говоря. По мне ужасно. И, ну, это все, понимаете. В моем представлении интеллект – это Божий дар. Это то, чем человек отличается от обезьяны. Хотя говорят, что он от нее произошел. Лично я считаю, что человек сотворен по образу и подобию Создателя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!